Недавно на вейбе был опубликован список дарам, премьеры которых могут состояться в сентябре. Список носит предварительный характер, так как точные даты начала трансляции сериалов еще неизвестны. Школа для девочек в горах. Главные роли исполнили Сун Цзя, Джан Юэ, Ду Лань, Джай Цзэ Лу и другие. Джан Гуй Мэй, учительница из уезда Хуапин, провинция Юньнань, столкнулась со случаями ухода девочек из школы из-за нехватки средств на учебу. Она решает изменить ситуацию и с помощью неравнодушных людей и сторонников основала бесплатную среднюю школу для девочек. Несмотря на трудности с подбором персонала, зачислением и финансированием, непоколебимая вера Джан Гуй Мэй помогла школе преодолеть проблемы и добиться отличных показателей. Своей самоотверженностью она вдохновила многих подать заявление на учебу. Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, она упорствовала в своей миссии, оказав огромное влияние на образование в горных районах. В промежутке. Или же неидеальные мужчины и женщины. Главные роли исполнили Тян Си Вэй, Чжо Юй Тун, Син Юнь Лай, Джан Чжэ Хуа, Хо Уэнь Юань и другие. Городская драма о молодых людях, которые ищут себя и свою любовь. В реальной жизни нет места романтическим сказкам, а любовь часто становится инструментом для обмена интересами. Ни один из пяти главных героев драмы не ищет одной единственной любви. Они рассматривают эмоции как стратегию выживания и преследуют максимум личных интересов в отношениях, и не догадываются, что для победы в любви всегда важна искренность. Первый выстрел. Или же «Снежный лабиринт». Главные роли в сериале сыграли Хуан Цзин Юй, Ван Цзи Ци, а также Се Кэ Ин, Чжо Юй и другие. Продюсировал драму культовый китайский режиссер и продюсер Джаны Моу. Действие сериала разворачивается в середине 90-х прошлого века на фоне неожиданного наркокризиса и рассказывает о напряженной работе временно сформированных полицейских структур в городе, расположенном на северо-востоке Китая. Их задача поддерживать социальную справедливость. Молодым сотрудникам криминальной полиции предстоит столкнуться не только с жестокостью наркокартелей, но и с эмоциональными и юридическими конфликтами. Они должны будут пройти испытания на справедливость и человечность, но они смело идут вперед, создавая уникальную историю для криминальной полиции северо-востока в те годы. По идее, премьера уже состоялась 3 сентября. Любовь Нирваны. Или же Вешние воды, или Текущие воды. Главной роли исполнили Жэнь Цзялунь, Ли Ланди и Сюй Джан Си. Дзян Цзи спустилась с горы, чтобы увидеть мир, но случайно попала в водоворот политической борьбы между расчетливым и амбициозным министром Пэй Яном и Вэй Джао, благородным правителем земли Юэ Ло. У обоих разные взгляды на то, как избежать войны, однако в момент серьезной угрозы, отбросив обиды и разногласия, они объединяются против общего врага. Влюбляясь в Цзян Цзи, союзники в политике становятся соперниками в любви. Парчевая Одиссея Главные роли исполнили Тань Сун Юнь и Джен Йе Чен. Сериал основан на романе автора Джуан Джуан, парчевая семья Шу, свиток Хуань Хуа. Действие дорамы происходит во времена династии Тан. Цзи Ин Ин, девочка из скоросильной мастерской Хуань Хуа в Джоу, и Джан Цзю Юань, наследник богатой семьи, производящий парчевый Джоу, выросли вместе и полюбили друг друга. Однако Джоу Цзю Юань под давлением семьи вынужден жениться на дочери чиновника. Через несколько дней после этого, Цзинь Ин Ин случайно сталкивается с Ян Цзин Юанем, третьим сыном семейства Ян. Он сразу же влюбляется в девушку, но она не обращает на него внимания. Ян Цзин Юань не собирается отступать и со временем завоевывает сердце Цзинь Ин. Однажды в городе появляется принц Бай из Нань Чжао. Он жаждет узнать секретный рецепт окрашивания тканей семьи Цзи. С помощью семьи Джао он плетет интриги против Цзи, но не добившись успеха идет на пролом. Направляет наемников, которые похищают Цзинь Ин. Ян Цзин Юань встает на тропу войны, чтобы спасти любимую и наказать злоумышленника. Известно, что музей Сочуанской парчи будет также продвигать дораму, поскольку ткацкие станки не просто реквизит, а настоящие предметы, взятые для съемок на прокат. Белое оливковое дерево. Главные роли исполнили Чэнь Чжэ Юань и Лян Цзэ. Военкор Сунжань выполняла задание редакции в одной из неспокойных восточных стран. Девушка попала в опасную ситуацию, в которой ей помог участник добровольческой миссии, инженер-взрывотехник Ли Цзань. Герои сближаются, когда понимают, что у них схожие идеалы и взгляды на жизнь. Однако из-за несчастного случая они не смогли продолжать отношения. Герои вернулись в Китай, но потеряли контакты друг с другом. Ли Цзань винил себя в смерти друга, погибшего во время бомбардировки, а у Сунжань возникли проблемы на работе из-за снимка, которую она сделала во время инцидента. Спустя какое-то время Ли Цзань и Сунжань встречаются вновь, чтобы заречить душевные раны друг друга и вернуть жизнь в нормальное русло. Вместе они посадили семена белой оливы, как символ мира и новой надежды. Ранее Чэнь Чжи Юань говорил, что сериал выйдет в эфир в начале сентября. Вечность в моменте Главные роли исполняют Лю Сюэ И и Тиффани Тан. Также в сериале задействованы Барон Чэнь, Го Сяо Тин и Ван Хун И. Дарома является адаптацией романа автора Ши Си Лан «Неповторимый». В основе сюжета история о богине Ушуан, которая спускается в мир смертных, чтобы уничтожить лидера клана Лис Юань Джуна, чтобы получить силу от запечатанного в его теле древнего артефакта. Однако Ушуан становится свидетельницей того, как Юань Джуна недолюбливают и унижают соратники по клану, и решают защитить его. Для Тиффани Тан это первая дорама в жанре сентя в карьере. Ранее один из создателей дорамы сообщал, что премьера состоится в средине сентября. Пишите в комментариях, какие из этих дорам вы ждете и будете смотреть. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверху, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аняон!